Библейский портал экзегет.ру представляет 58 глава книги пророка Исаии Я читаю для библейского портала экзегет свой перевод и даю небольшие комментарии 58, естественно, продолжает тема 57, где прозвучала Господь говорит, я даю жизнь смиренным, возрождаю сердца сокрушенных А что это означает быть смиренным или смиренным и сокрушенным человеком? Ну, наверное, предаваться аскезе Наверное, много молиться и поститься, да? Логичная мысль Вот что-то здесь не работает, и об этом 58 глава Кричи во все горло, безудержно, голосом, трубным призови Объяви моему народу его вину, дому Иакову его грехи Дом Иакова, соответственно, другое название Израиля Так, слушайте, ну не хватит ли уже о грехах? Вот Исаия столько сказал о грехах И вновь и вновь он об этом говорит Ну, идолопоклонство, блуд, несправедливость Ну, вот сколько уже это можно? А вот здесь идет речь о грехе совсем особого рода О котором, пожалуй, вот так подробно и напрямую Ни один другой пророк не написал Итак, в чем же грехи Израиля Иакова? Ищут меня, что не день, стремятся постичь мои пути А что в этом плохого? Вообще-то ищите меня Это постоянный призыв, который Бог обращает к людям через пророков Ну, давайте посмотрим, как ищут Стремятся постичь мои пути Словно народ, что поступает правильно, не оставляя повелений Бога своего Вопрошают меня о правосудии, стремятся приблизиться к Богу Но опять-таки, это же все очень хорошо Это вот ровно то, к чему Бог призывает через пророка людей Постоянно, постоянно, это главное Ищите меня, будьте правосудны, будьте справедливы, милосердны Да, вот они вопрошают о правосудии Они хотят уточнить, что и как И дальше цитата из этих людей Что ж ты не видишь, как мы постимся? Знать не хочешь, как смиряем свои души Да, мы смиренные, мы такие вот сокрушенные Мы исполняем вот этот вот очень важный обряд поста Мы... Ну, что такое пост? Это не только же отказ от еды Кстати, в древности постились обычно недолго Это мог быть один день, но это полный отказ от еды и питья А вот мусульмане вместе с Рамадан на световой день отказываются А тогда могли отказаться вообще на полностью, весь день Тяжелое испытание, на самом деле, да А что ж ты, Боже, не видишь вообще? Вот давай уже как-то нам воздай награду за это все А он объясняет, почему не будет этого Да вы в день поста творите, что пожелаете Угнетаете работников своих Поститесь вы для ссор и раздоров Кулаки распускаете от злобы То есть, да, вы поститесь, но при этом вы угнетаете и вы деретесь У вас пост становится поводом для ссор Ну, вообще, голодный человек – злой человек, правда? И очень часто, когда человек начинает так всерьез поститься, он озлобляется И еще на первом месте даже стоит угнетаете работников Казалось бы, при чем здесь это? При чем здесь социальная несправедливость? А пророки постоянно ставят ее прямо на первое место, что пока ты угнетаешь другого человека, ты не можешь выстроить добрых отношений с Богом Будете поститься, как сейчас, голос ваш не слышен будет ввысе Такой ли пост я избрал? День, когда смиряет себя человек, голову склоняет, как тростник, ложится на рубище среди пепла Лечь на пепел, кстати, означало признать себя мусором Да, пепел – то, что выброшено из очага И человек, который ложится или садится на пепел, он говорит – я мусор, я ничто Это ли зовете вы постом днем угодным Господу? Вот какой пост я избрал Разбей оковы неправды, сними ермо угнетения, измученных отпусти на волю, уничтожь всякое ермо Первое требование – отказаться от неправды, угнетения и вот этой социальной несправедливости Отрицательное действие, отказ от чего-то, дальше будет положительное Раздели с голодным свой хлеб, нищего странника введи в свой дом, а увидишь нагово – одень его, ведь от собственной плоти не отвернешься Ну, свое тело мы же одеваем, мы относимся к нему бережно Питаем его, кормим, греем, лечим, если оно заболевает Вот другое – это тоже твое тело Значит, откажись от неправды и прояви милость к тому, у кого нет хлеба, дома, одежды Предоставь ему это, поделись Тогда, как заря воссияет твой свет, исцеление к тебе поспешит Праведность твоя пойдет пред тобой, а слава Господне по твоим стопам То есть, о тебе будет известно по твоей праведности Тебя еще не знают, ну, как мы знаем, благотворителей каких-нибудь, да И вот мы их не видели, но мы знаем фонды, основанные ими, их действия А слава Господне по твоим стопам То есть, не слава даже этого человека И после смерти, там, я не знаю, доктор Лиза Очень известная, которая занималась подобными вещами Это ведь тоже слава Господне, когда человек делает благо другим Вот ради своей веры, и эта вера проявляется в таком поведении Вот тогда позовешь, и Господь ответит Ты его запишешь, и он отзовется, я здесь Что такое пост, вообще-то говоря Вот, ну, для здоровья, говорят, полезно Но самое главное, это обращение к Богу Действенное обращение То, что сказать Господи, Господи, можно очень легко А вот, когда человек отказывается от еды Как самого основного, что нужно человеку Ну, после питья и воздуха А от питья тоже отказывались в древние времена, во время поста Это его призыв, не случайно, и сегодня голодовка, например Это, ну, такой действенный способ заявить о своих требованиях к человеку Который сидит в тюрьме, и которому, ну, иначе сказать что-то трудно Да, его никто не услышит Вот, и мы как бы в тюрьме этого мира говорим У нас есть к Богу что сказать И мы отказываемся от еды И тем самым взываем к Богу И если ты, вот, не просто отказался от еды А хлеб разделил с голодным Тогда он тебя услышит Аскетические подвиги сами по себе не нужны Нужно настроение и состояние Когда человек живет ради другого А не ради собственного удовольствия Может быть, даже духовного Может быть, даже он находит в этом аскетическом посте Своеобразное такое утешение Он же хорошо постится, ему от этого, по крайней мере, вот Он осознает свою духовную такую правильность Но дело не в этом совсем Раздели-ка с голодным свой хлеб Откажись от угнетения Тогда ты его запишешь И он отзовется Я здесь Когда не останется у тебя тяжкого ерма Надменного пальца и языка злого Когда разделишь свое с голодным Когда насытаешь страждущую душу Вновь резюме, да, все то же самое Отказаться от угнетения Поделиться с голодным Тогда свет твой засияет во тьме Мрак твой обратится в полдень Господь всегда будет себя вести Сухой степи он тебя насытит Укрепит твои кости Будешь ты, как орошенный сад Как источник, в котором не иссякает вода Ну и это, конечно, уже про Израиль в целом Да, вот в степи заслушливый вырастает сад Твои потомки отстроят древние руины Возродить, чтобы былые поколения основали Вот Иерусалим возрождают Храм восстанавливают, это тяжело, трудно Добиться былого величия почти невозможно Скажут о тебе Он восстановил павшую стену Улицы сделал пригодными для жилья Вот пост Это способ попросить Бога о помощи В восстановлении своей жизни И Тогда она восстановится Если ты начнешь делиться с голодным А ведь можно сказать У меня у самого не хватает на восстановление Мне самому надо стены строить Возрождать, все поделить с голодным И тогда все восстановишь Если не станешь ты попирать субботу Прихотям потакать в день мой святой Станешь звать субботу своей отрадой Чтимой святыней и господней Почтишь ее отказом от дел своих От погони за прихотями От всякой болтовни То в Господе обретешь радость Вот вновь и вновь суббота здесь вспоминается Как нечто очень важное Причем смотрите смысл не только в том Чтобы в субботу не работать Или в субботу молиться А в том чтобы не потакать прихоти И звать ее своей отрадой и святыней Чтобы время проведенное с Богом А не со своими прихотями Было временем радости И самым важным временем в жизни человека Вот это пост То в Господе обретешь радость Возведу я тебя на высоту над землей Дам вкусить наследие правоца Иакова Так сказали уста Господни Вот 58 глава Очень подробно объясняет Как надо поститься И дело даже не в том Что здесь сказано Что есть чего не есть Вообще смотрите это не упомянуто А в чем суть поста Зачем он нужен И как человеку начать Выстраивать свое отношение с Богом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому